Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам историю о том, как за мной гнался маньяк. Случилось это, по-моему, второй год моей жизни. Я уже тогда жила в Сосфилдс. И мне поступил заказ, я тогда работала на Main People, московскую компанию, гламурный журнал, сходить, съездить, точнее, в центр и снять Russian Ballet Icons. Такое мероприятие, которое проходит раз в году, когда приезжают все мировые звезды балета и представляют какую-либо программу, посвященную одной из легенд артистов балета. Это была моя первая съемка Russian Ballet Icons, и так как я снимала конкретно на компанию, я была аккредитована, и мне дали доступ на автопати. Концерт прошел в Театре Колизей где-то с 6 до 9, и автопати происходил рядом в отеле со всеми звездами, со всеми русскими звездами, которые проживают в Лондоне. Ну и, в общем, сливки общества собрались там. А я продолжала фотографировать, там был выставлен специальный такой стенд, для того, чтобы всех гостей фотографировать на этом мероприятии автопати. И такая еще обстановка была, что хотелось видеть всех этих звезд, ты знаешь о них, ты слышал, читал, видел по телевизору, а тут вот они перед тобой вживую. Так как гости медленно собирались, потом они прошли за стол, и я не знала, что дальше ожидать от этого ужина, и что будет дальше. Думала, может быть, еще что-то поснимаем. И решила подождать где-то до 12 часов, пока не закрылся транспорт, метро. Чтобы доехать спокойно до дома, подождала. Пошла в метро, начальный кросс, а оно закрыто. Тогда я еще не знала о том, что в выходные у нас всегда работает. Engineering works. То есть ведутся какие-либо работы инженерного назначения в метро по выходным, каждый выходной на какой-либо станции, на какой-либо ветке, что-либо-то происходит, что-то ремонтируют, над чем-то работают. И тут я понимаю, я попала в Сосфилдс, путь не близкий. Как доехать до туда, я даже не знала без метро. И английского языка как такового у меня тогда еще не было. Еле-еле что-то понимала. Меня работники метро отправили куда-то, на другую станцию, на Ластер-Сквер, по-моему. И сказали, езжай до Канон-Стрит, и там сядешь на поезд и поедешь до Винбилдона. Я приехала на Канон-Стрит, там тоже ведутся Engineering Works. До какого Винбилдона, мне говорят, последний поезд вот только ушел. А это Канон-Стрит, это совсем в другую, в противоположную сторону от моего дома. То есть в Сити. Я вышла на улицу и не знаю, что делать дальше. Я была настолько растеряна, что я просто потерялась. У меня в мозгу была вата, у меня была, видимо, паника была какая-то. И я не понимала, что мне делать дальше и куда мне дальше идти. Я такая спокойно поплелась по Сити и думаю, так, ну что делать. А он мне еще, этот работник на станции Канон-Стрит, сказал, воспользуйся автобусом. Как пользоваться автобусами, как составлять маршруты в GPS-навигаторе. Благо у меня хоть GPS-навигатор был с собой, но как составлять маршруты, как доехать, как добраться, как я сейчас это спокойно делаю. В жизни не знала, я не знала, куда мне идти и что дальше делать. Знала, какие автобусы ходят до станции Патни-Придж. До станции Патни-Придж я доехала, это где-то заняло у меня около часа езды. То есть где-то в час ночи, даже не в час, в два часа ночи я уже была на Патни-Придж, на автобусе. Слава богу, доехала. Да, там было направление автобуса в Любилдон. На Патни-Придж он остановился и сказал, автобус дальше не пойдет. И следующий автобус я не могла найти, что поедет до Саусфилд. В Патни-Придж я добиралась обычно на 39-м автобусе до Саусфилд, но в тот день почему-то автобусы эти уже не ходили. Возможно, это просто уже было ночное время, и автобусы ночные, 39-е, не ходили. И вот в Патни-Придж мне пришлось топать пешком. По навигатору, слава богу, он у меня был, 40 минут показывал маршрут. Я, наверное, шла часа полтора, потому что я не знала, куда идти. Ночь, темно, ничего не видно практически. Иногда идешь просто тупо по трассе, и очень было страшно. Никогда в жизни я не ходила по ночному лону, ну а тем более, ну как бы в центре еще все освещено, а тут как бы уже спальный район, и ничего не видно. Очень мало было огней. Очень страшно было идти. Попала я, короче, по полной. Пока я шла, смотрела в навигатор, и думаю, так, мне вот сюда, мне вот сюда, и тут как бы я вижу, что от фонаря падает такая тень, и за мной кто-то идет. Я такая думаю, блин, что делать? Я так резко обернулась, и посмотрела на человека. Мужик стоял вот в шапке такой, стоял и смотрел на меня вот так. Типа, как я догадалась, что... А он реально шел за мной, прямо шаг в шаг. Я так опешила тоже, полезла в карман, я не знала даже, что делать, у меня уже второй шок за сегодняшний день. Полезла в карман, начала что-то там искать, начала набирать какие-то сообщения, или что-то типа делать вид, что я звоню по телефону, сказала «Алло», «Бла-бла», и в общем, по-русски что-то начала говорить. Типа того, я ни с кем не общалась. Я в это время, конечно, переписывалась с мамой, она мне говорит «Ой, где ты там уже идешь?», потому что она знала, что я попала в такую ситуацию, и она меня контролировала из России. Кому звонить, как в полицию звонить, или что угодно, я не знала, я, короче, попала. Слава богу, я увидела эту тень, его тень на асфальте, и резко обернулась, и тут уже он опешил, он не понял, что случилось, он, наверное, бы на меня напал, я не знаю, грабил бы или изнасиловал, не знаю, что он хотел, но он не понял, что случилось, как я узнала, и я еще на него так посмотрела, типа, сфотографировала, я тебя запомнила. И все. И как бы через минуту ровно, после того, как я типа позвонила, я оборачиваюсь, никого нет, ни души, и даже след простыл от него. Вот так вот мне удалось избежать. Поэтому вот как раз-таки это мое внимание на детали, когда я вижу что-то, что не видит обычный человек, допустим, тень, тень на асфальте от фонаря, которая спасла мне жизнь, образно говоря, реально помогают в моей жизни, вот в таких вот моментах, ну или в моментах, когда мне надо предвидеть что-то, то есть в моей репортерской деятельности это очень хорошо работает, когда я предугадываю момент, в который можно нажать на фотоаппарат и сделать классную фотографию. После этого ночные похождения у меня были, конечно, я работала в клубе, гардеробщице, и об этом я тоже позже расскажу. Мне приходилось возвращаться домой тоже в 3 часа ночи, но никаких эксцессов не случалось. А вот тут первый практически завершающий год моей жизни я попала на этот долбанный инжиниринг-воркс, и вот так вот пришлось добираться аж 3 часа до дома. В 3.30 я была дома на Сосфилдс, легла спать и уже успокоилась. Вот такие вот бывают истории в Лондоне. На этом всё. Ещё у меня были другие эксцессы, об этом попозже. Пока-пока! Сосфилдс 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 Продолжение следует...